Туристические компании, работающие по простой схеме виза, отель, билеты, самолет, скоро уйдут в небытие. Причиной тому всемирная сеть и ее услуги, будущее за теми компаниями, которые предложат вам поистине особенный отдых. Тот самый, о котором вы мечтали, листая Стивенсона, или Жиля Верна, или даже Джека Лондона. С директором такой туристической компании мы познакомим вас сегодня, Галией Ануаровой. Это «Современник». Здравствуйте! Галия Ануарова в туристическом бизнесе 10 лет. Экономист по специальности и путешественник по зову сердца, она выбрала туризм делом своей жизни. И сегодня Галия Ануарова – директор туристической компании «Изабелла Тур». Здравствуйте, Галия! Очень приятно! Пять тематических и множество географических направлений сегодня развивает компания «Изабелла Тур». Этнический или научный, медицинский туризм или семейный ивент. Когда-то для Галии Ануаровой, молодого специалиста, это казалось высшей математикой туризма. Но сегодня она берется за сложнейшие маршруты и на каждом его этапе подружает флаг своей компании. Галия, туристический бизнес чем можно сравнить? Как по-вашему? Туристический бизнес – это, я бы не сказала, что это что-то легкое, что вот открыл туристическое агентство, как многие сейчас это делают у нас в городе, и вот все пошло, поплыло. Это достаточно сложно, но есть свои прелести, есть свои плюсы. Благодаря этой работе я повидала мир, можно сказать. Мы часто путешествуем с семьей, вот, но достаточно сложно, очень. Вот сегодня многие могут путешествовать с помощью мобильного устройства. Как вы считаете, у туристических компаний какое будущее? Я думаю, что в Казахстане мы еще, наверное, продержимся лет 10. То есть наши люди пока еще не привыкли. Но хотя потихонечку, допустим, молодежь наша, она уже такая, достаточно мобильная. Они сами бронируют билеты онлайн, онлайн-отели и так далее. Но плюс в нашем бизнесе в чем? То есть мы сопровождаем нашего туриста от и до. То есть они нам делают просто запрос элементарный. Мы хотим посетить такую-такую-то страну. Мы от и до, то есть начиная с авиабилета, заканчивая отелем, трансфером, если нужно что-то, допустим, какие-то экскурсии, мы полностью сопровождаем их от и до. То есть нашим туристам, нашему казахстанскому туристу это удобнее. Я думаю, что пока какое-то время, конечно, лет 10, я думаю, что еще туристический бизнес будет на плаву, грубо говоря. Ваша компания отличается как раз тем, что вы проводите необычные индивидуальные туры, необычные групповые туры. Мне кажется, для того, чтобы взяться за это, и самому нужно быть чуть-чуть романтиком. Конечно, нужно быть романтиком, нужно быть мечтателем. Плюс еще нужно сначала многое увидеть самому, чтобы все это ты мог предоставить и предложить своим туристам. То есть плюс нашей компании в чем? Я и мои менеджера, мы сами много путешествуем, мы сами ездим в информационные туры, всевозможные фам-трипы, чтобы увидеть... Причем мы ездим в информационные туры необычные. То есть это не просто там стандартные Дубай, Египет, Турция. То есть мы очень много путешествуем именно в интересные страны, в интересные туры. В связи с этим мы можем предложить своим туристам что-то такое новое, необычное. И нашим туристам это нравится. А вот смотрите, предположим, возникло у меня желание попутешествовать по книге... По любой книге, которую я читала в детстве. Допустим, возьмем любой томик, Жюля Верна, да? Я приду к вам и скажу, вот Галия, помогите. Возьметесь? Возьмусь. С удовольствием. Причем мы очень... Я вообще сама лично очень люблю сложные туры, что-то необычное. Допустим, я бы с удовольствием... Вот когда... Кстати, нам так и приходит, когда люди иногда сами не знают, чего хотят, или что-то необычное. Мы начинаем сами это изучать, искать партнеров и так далее. То есть нам самим это очень интересно, и мы с удовольствием беремся за такие туры. А неудобные клиенты встречались? Вот как с ними обстоят дела? Вот если честно, у меня не так много неудобных клиентов. Я даже не знаю, что такое неудобный клиент. Потому что все туристы, все клиенты, они со своим характером, со своими желаниями и так далее. То есть мы со всеми находим общий язык. Вы сами уже в этой отрасли около 10 лет, да? Да, все верно. Турист за эти годы изменился? Конечно. Он стал более грамотный, скажем так. Некоторые туристы знают больше... Вот менеджеры по туризму, допустим, да, вот у меня работают. Иногда знают больше моих менеджеров. Почему? Потому что они сами много путешествуют. То есть турист за 10 лет стал больше путешествовать, больше себе позволять. То есть либо если они раньше путешествовали раз в год, сейчас, допустим, это минимум два раза в год. Некоторые семьи, то есть у нас есть, которые отдыхают четыре раза в год, стабильно, стандартно, не только, допустим, семьи. Сейчас очень много путешествует молодежь, и они могут себе это позволить. То есть за 10 лет, конечно, я вижу, что как раньше могли себе люди позволить отдыхать, и как сейчас. То есть, конечно, да. Что чаще молодежь выбирает? Молодежь выбирает что-то такое легкое, да, что-нибудь такое, как сказать... Нам только палатку, гитару и костюм. Вот что-то такое, да. Вот мы хотим тур по Европе. Нам не нужны там дорогие отели и так далее. То есть вот они сели, в один город забронировались, и дальше они поехали сами. Вот молодежь у нас в этом вообще очень грамотные и молодцы. А вот поколение постарше, которое привыкло, чтобы вот приехать в отель, и все это должно рекой литься, и только вот мне бы полежать на солнышке. Ну, знаете, наше старшее поколение делится на две группы. Первая группа, она любит комфорт, полежать, чтобы было онклюзив, да, чтобы все было включено. А вторая часть, это, кстати, люди постарше, это уже вот наши Апашки, Аташки, они любят прям путешествовать по миру. То есть они берут круизы, они берут туры там по Европе, по Америке, они хотят больше увидеть, больше посмотреть. Им не нужен комфорт, они хотят больше посмотреть. А вот вы сами много путешествуете, и скажите, у нашего казахстанского туриста какой имидж за рубежом? Ведь все же у каждого туриста из разных стран уже сложился определенный образ. Наших туристов уважают. Уважают. Да, однозначно. Казахов знают, их знают везде, и их уважают. То есть такого привзятого отношения, конечно, к казахстанским туристам нет, однозначно. Вот такие необычные заказы были от клиентов? Поступали или такие? Да, может быть, для нас ничего необычного нет такого, потому что со всеми справляемся. Вот, что-то такое прям необычное и запоминающееся уже нет. Может быть, когда-то раньше в начале такое было, сейчас я уже такого не вспомню, наверное. Ваша компания специализируется на том, что организовывает туры для корпоративных клиентов. Давайте об этом поговорим. Корпоративные клиенты, то есть это что? В основном, компании запрашивают. Сейчас это очень популярно, то есть это новое направление тимбилдинги. Раньше тимбилдинги проводились, допустим, там за городом у нас где-то и так далее. Сейчас очень часто и популярно, то есть тимбилдинги проводятся за рубежом. То есть мы это организовываем буквально там на 3-4 дня, на неделю. Очень популярно это направление. Кстати, в этом году вот у нас был, мы устраивали корпоративный выезд для школьников. То есть вместо выпускного бала школьники вместе с своими родителями, они уехали за границу. То есть так вот они решили, что выпускной бал им не нужен. Они просто все вместе, вот напоследок, закончили 11 класс, вместе отдохнули. То есть мы делаем разные виды корпоративных выездов. Галяя, вы проводите и семейные мероприятия за рубежом. Вот в моем представлении это, если свадьба, то это красивый отель, терраса, цветы. Это так или есть какие-то еще необычные заказы? То есть это свадьба бывает, мы организовываем в отелях. То есть это очень красиво. Это вот на берегу моря. Как в кино. Как в кино. Бывает, что вне отеля мы организовываем свадьбы и дни рождения. То есть просто в какой-то стране не обязательно будет этот отель, но часто это на побережье. То есть это все очень красиво организовывается с нашими партнерами. И вы знаете, ни разу мы не слышали плохого отзыва от туристов, которые справили свой день рождения или свадьбу за рубежом. Сейчас очень популярна вообще свадьба за рубежом. Еще несколько лет назад в начале своего пути агент по туризму Галлия Ануарова усвоила главное – мир удивительнее, чем снег. Чтобы сменить часовой пояс и климатическую зону, достаточно лишь одного авиаперелета. А значит, чтобы возглавить однажды свою фирму, достаточно лишь трудолюбие. Галлия, сначала вы работали в этом бизнесе как работник по найму. Потом спустя какое-то время решили открыть свою фирму. Вот страшно не было? Ответственность другая. Вы знаете, страшно до сих пор. Это достаточно серьезный бизнес, достаточно большая ответственность. Если ты раньше, когда работал по найму, то есть, в принципе, ты делал свою работу, в 7 часов вставал и уходил, здесь ты себе этого позволить не можешь. Ну, спасибо моей школе. То есть, да, я когда-то работала по найму, и я абсолютно не жалею об этом. То есть, у меня была очень сильная школа, так скажем. И когда пришло время, когда я захотела уже работать самостоятельно, возвесили все за и против, и решили, что... Я решила со своим супругом, что как бы я готова, и мы справимся. В самостоятельном таком пути я уже третий год. Не жалею абсолютно. Сложно, тяжело, боишься до сих пор. Но мы идем к своей цели. Есть в этом что-то волшебное. Уезжаешь одним человеком, а возвращаешься другим. Галия Ануарова поняла это, будучи ребенком, в длинных поездках из родного Хабаровска на юг Казахстана. Отсюда страсть к путешествиям, а значит, поиску новых туристических труб. Живя на Дальнем Востоке, в любом случае, мы часто приезжали в Среднюю Азию. Постоянно и регулярно. И, может быть, да, это все-таки пошло оттуда, что вот каждый год с Дальнего Востока не так уж легко приехать в Среднюю Азию. Особенно, допустим, лет 10 назад. Я помню, что только переезд на поезде у нас составлял здесь 7 дней. Представляете, чтобы сюда попасть, мы ехали 7 дней на поезде. Наверное, да, с тех пор. Что бы вы назвали самым приятным в своей работе? Путешествие. Мечтая о квесте в джунглях или круизе по Антарктике, теперь можно быть уверенным. И такие каникулы могут быть тщательно продуманы вашим агентом. Продуманы и разработаны. И стоит всегда помнить, что траты на путешествия – это не траты, это инвестиции, незабываемых вам приключений.